Ефрема Сирина. Молитвы. Как осмелись спросить об оставлении прежних грехов своих, немало не забывая прежнего своего поведения? Или как совлекусь ветхого распленного человека, не отложив вожделений прежнего своего обольщения? Увы мне! Как перенесу обличение в беззаконных делах моих и помыслах? Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Недостойные уста и сердце нечистое, и душа, очерненная грехами, вопиют к Тебе, Владыка. Услыши меня по благости Твоей и не отринь прошения моего, потому что не отвергаешь прошения истинно кающихся. Мое же покаяние нечисто, но растленно. Один час каюсь, едва приогорчеваю Тебя. Утверди прошение мое в страхе Твоем, Господи. Утверди душу мою на камне покаяния. Свет благодати Твоей да препобедит тьму, которая во мне. Не зайди на моление мое, благие Господи. Не по правде моей, потому что не имею у себя ничего доброго. Но по щедротам Твоим, по великой несказанной благости Твоей, воздвигни члены мои, сокрушенные грехом. Просвети сердце мое, омраченное лукавым вожделением. Спаси меня от всякого лукавого дела. Да не до конца не зложит меня противник. Не отврати лица Твоего от меня и не скажи мне, истинно говорю Тебе, не знаю Тебя. Спаси скорбную душу от смерти, Господи, имеющую власть над жизнью и смертью. Ибо Ты сказал, владыка, просите и дастся Вам. Очисти меня, Господи, от всякого греха прежде кончины. И даруй мне, человеколюбец, во всю эту краткую жизнь мою источать из сердца слезы к очищению душевных скверн моих, чтобы мог я здесь еще из многих моих обязательств уплатить хотя немногие взыскания, и там спастись под покровом всесильной руки Твоей, когда всякая душа вострепещет перед страшной Твоей славою. Ей, владыка, единородный Сын Божий, услыши и прими прошение грешного и недостойного раба Твоего. Спаси меня даром по благодати Твоей, потому что Ты милосердный и человеколюбивый Бог, и Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу воздаем славу и благодарение по вклонению ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Второе. Слезное прошение. Во вторник вечером. Увы мне! Какому подпал я осуждению? Каком нахожусь в стыде? Сокровенное мое не таково, как наружное, беседуя без страсти, а самый день и ночь помышляя о гнусных страстях, нося в речь о непорочности, занимаясь мысленно непотребством. Увы! Какое предстоит мне испытание? Подлинно ношу на себе образ благочестия, а не силу его. С каким лицом приступлю ко Господу Богу, знающему тайны сердца моего, будучи повинен в стольких худых делах? Стоя на молитве, боюсь, чтобы не сошел огонь с неба и не попалил меня, как некогда приносивших кадила в пустыне, пожег огонь от Господа. Итак, чего ожидать мне, на котором лежит весьма тяжкое бремя грехов? Сгорает сердце мое, изменился благочестивый мой помысл, омрачен мой ум, как пес, обращаясь всегда на свою блевотину. Нет у меня дерзновения перед испытующим сердца и утробы. Нет у меня чистого ума, нет у меня слез во время молитвы. Хотя воздыхаю, прохлаждая лицо свое, покрытое стыдом, ударяя себя в грудь это жилище страстей, эту рабочую храмину лукавых помыслов. Слава Тебе, Единый, долготерпеливый! Слава Тебе, Единый, благий! Слава Тебе, благодетель душ и тел наших! Велики щедроты Твои, Господи, к нам грешным! Не отринь меня с теми, которые говорят Тебе, Господи, Господи, и не исполняет воли Твоей! Не отринь по молитвам при чистой владычестве нашей Богородицы и по молитвам всех благоугодивших Тебе! Знаешь Ты, Господи, скрытая во тьме страсти, известны Тебе язвы души моей! Исцели меня, Господи, и исцелею! Если не Ты, Господи, созиждешь дом души, напрасно трудятся зиждущие! Приготовляясь к противоборству со страстями, когда воюют они против меня, но злокозненность змея расслабляет душевные силы сластолюбием! И хотя никто не связывает мне рук, они влекут меня, как пленника, усердно желаю исхитить из пламени сгорающего в нем! И пока собираюсь силами, запах огня вовлекает самого меня в огонь! Стремлюсь даже спасти утопающего, и по неопытности сам с ним утопаю! Упрекаю у вечного, и между тем сам я слеп! Хочу, бедный, стать врачом страстей, сам находясь у них в плену! Просвети, Господи, очи сердца моего, что упознать мне множество страстей моих! Благодать Твоя да приосенит меня, Владыка! Просвети омраченный мой ум, и при неведении моем всели в меня божественное ведение, ибо не изнеможет у Тебя всякое слово! Ты, Господи, для народа Твоего непроходимое море садял некогда удобопроходимым! Ты из несекомого камня, жаждущим людям Твоим, дал воду! Ты один по благости Своей спас попавшегося разбойником! По великой благости Твоей, Господи, умилосердись и надо мною, который попался в руки разбойником, и как узник связан злоумием! Никто не в состоянии исцелить страдания души моей, кроме Тебя, Господи, ведущего глубины сердца моего! Сколько раз я, окаянный, сам себе назначал пределы и строил стены между собой и беззаконным грехом своим! Но как скоро противники вступали со мной в борьбу, разум приступал к пределы и разорял стены! Потому что пределы не были приведены в безопасность страхом всесовершенного, и стены не были основаны на искреннем покаянии! Кто не будет плакать о мне, потому что за малое удовольствие призрел я нескончаемый огонь и не взыскал вечного царства! Служил страстям я, несчастный, погубив достоинство души своей, стал подобен скотам и не могу возвести взоров к благосердному Господу! Почевал я некогда обогащаемый дарованиями, теперь возлюбил нищету страстей, чушь стал добродетели, отлучившись в дальнюю страну порока, полумертв я и весьма мало имею в себе остаток жизни! Плачьте, преподобные и праведные, о мне, объятом страстями и грехами! Плачьте, подвижники, воздержники, о мне, чревоугодники и сластолюбцы! Плачьте, милостивые и снисходительные, о мне, помилованным и приогорчевающим! Плачьте, возлюбившие добро и возненавидевшие лукавое, плачьте, о мне, возлюбившим лукавое и возненавидевшим доброе! Плачьте, стяжавшее доблестное житие, о мне, который по наружности любитель добродетели, а на деле предан страстям и беспечен! Плачьте, благоугодившие Богу, о мне, человекоугодники! Плачьте, имеющие совершенную любовь к Богу и ближнему, о мне, который оказывает любовь на словах, и далек от нее на деле! Плачьте, приобредшие и плодоносящее терпение, о мне, нетерпеливом и бесплодном! Плачьте, непостыдно молящиеся Богу о мне, который стыжусь воззреть на высоту небесную! Плачьте, приобредшие кротость, о мне, чуждом той! Плачьте, смиренно мудрые, о мне, высокомудрствующим и горделивым! Плачьте, приобредшие апостольскую нестяжательность, о мне, приверженном к вещественному и обремененным! Плачьте, верные и неколебимые сердцем пред Господом, о мне, двоедушным, слабым, неблагоискусным! Плачьте, возлюбившие плач и возненавидевшие смех, о мне, возлюбившим смех и возненавидевшим плач! Плачьте, содержащие в уме суд по смерти, о мне, которые утверждают, что помню суд, а делаю противное! Плачьте, наследники Царства Небесного, о мне, наследники гиенни огненной! Молитесь, святые Божии, о душе обуреваемой! Чем можете, тем и помогите, святые Божии! Ибо знаю, что если будете умолять человека, любца Бога, все будет даровано нам из моря его благости! И как Бог, человека любив, так и вы, умоляемые мною грешным, не презрите прошение моего, потому что сам по множеству грехов своих не имею дерзновения! Ваше дело, святые Божии, ходатайствовать за грешных, а дело Божие – миловать отчаянных! Умоляйте, святые Божии, Царя о пленнике! Умоляйте, пастыря об овце! Умоляйте, жизнь о мертвеце, чтобы послал руку свою и подкрепил смиренную душу мою в ее поползновенности! Преподаю к щедротам благости Твоей, Владыка, всех! Приими моление грешного, услади душу, огорченную грехом, напой жаждущего из источника жизни и руководи меня путем ее! Как Владыка, раба своего, введи меня царскими вратами, чтобы освободиться мне от рабства бесчестным страстям, потому что сердце мое опутано как бы железными цепями! Да предварят меня щедроты Твои, Господи, по молитвам святых Твоих, прежде нежели повлечен я вместе с делающими беззаконие! Там откроется сделанное мною во тьме, и явно! Увы, какой стыд обымет меня, когда увидит меня осужденным, думающий теперь, что я неукоризнен! Оставив духовное делание, подчинился я бедным страстям. Увы, душа моя! Для чего солнце омрачается мглою страстей, для чего жизнь истощается смертью? Почему мгла не исчезает при явлении лучей света? Почему тление предпочитает не тлению? Для чего дозволяем страстям влечь душу к земле? Бога тканную одежду соделали мы негодною к употреблению и недостойною царского брака, добровольно продали себя грехам, поработились врагу жизни нашей. Что скажешь судье в тот страшный и трепетный день? Скажешь ли, терпел ради тебя голод или жажду, или наготум, или смирялся, или любил тебя всей душой своей? Учитель непрестанно с дерзновением вопиет, кто во власти, тот прими на себя узду, кто в рабстве, тот прими равночестие, кто нищ, тот возьми некрадомое сокровище. Для чего избираешь не свободу, но тесноту? Для чего выжидаешь времени, а не слушаешь рассудка? Для чего внимаешь злонамеренному другу, а не спасительной любви? Почему не помогаем природе, пока есть у нас время? Пока ты еще, господин, помыслов, пока не изнемогли у тебя и тело, и ум, пока у других не в руках твое доброе, пока очевиден, а не сомнителен тебе, для тебя дар, и благодать касается глубин, пока слезы твои служат для тебя указанием твоего исшествия? Предупреди мужественно, стань против страстей в Божьем ополчении, с Божьей помощью. Доблестно сразись с Голиафом, чтобы не предупредил тебя разбойник, не предвосхитил убийца, не заградил тебе дверей кто-либо из землющих царствия силою и хищнически. Надо бы набояться и со всей осторожностью наблюдать, чтобы не оказаться нам солгавшими исповеданию. Если Бог, приемлемый в посреднике, утверждает договоры наши с людьми, то какая опасность оказаться нарушителями тех и действительно быть виновными не только в других грехах, но и в самой лжи, при том, когда нет другого возрождения, воссоздания и восстановления в прежнее состояние? Страшное дело, когда кончилось торжище, тогда уже искать покупки. Опасно размышлять после дела и тогда же уже чувствовать вред. По приселению отсюда и по горьком заключении того, что сделано каждым в жизни, невозможно уничтожение вреда. Как мытарь воздыхаю, как блудница проливаю слезы, как разбойник вопию, как блудный сын взываю к тебе. Человеколюбивый Христе, Спаситель мира, истинный свет, подкрепи изнемогающую душу мою, расслабевшую от упоения сластолюбием. У врачу из трупа и из заблуждения ума моего, честную кровью твоей омой ее, очерненную гнойными кровями греха. Ныне время благоприятное, ныне день спасения. По множеству милосердия твоего обрати меня, единый, долготерпеливый, избавь меня от всякой неги сластолюбия. Да не в конец сожжет меня печь страстей, угости ее росой милосердия твоего. Увы мне! Ты, Господи, даровал мне свет ведения, а я отверг его. Увы мне! Всегда я изнемогал и изнемогаю, и непрестанно посвящает и врачует меня благодать твоя. Но я ежечасно отвергал, отвергаю дар исцеления ее. Сколь многими дарами, Владыка, наделял, и всегда наделяешь ты меня грешного. А я, окаянный, намеренно неблагодарен. Благодать твоя всегда услаждает, всегда просвещает, непрестанно подкрепляет меня. А я всегда отвергаю ее и снова прилагаюсь в горечь свою. Ты, приблаги, напоминаешь мне смерть, вечные мучения, и всегда влечешь меня к жизни, чтобы спастись мне. Но я всегда остаюсь злонравным, поэтому никакого не буду иметь оправдания там. Ударяю в дверь милосердия твоего, Господи, да отверзется она мне. Не перестаю умолять, чтобы получить просимое, как неотступный домогаюсь в помиловании. Будь долго терпелив ко мне развращенному, избавь меня от обладающих мною грехов. И, став здравым, да восстануся от ракветворного греха. Освободи меня от всякого лукавого дела прежде, нежели постиг меня конец. Ибо в аде кто исповедуется тебе? Убили скверненный мой хитон прежде, нежели вышло страшное повеление и застигло меня неготового и постыженного. Избавь сокрушенную душу из уст львовых и спаси ее по благодати и щедротам, молитвами всепречистой владычицы нашей Богородицы и всех святых, потому что благословен ты во веки веков. Аминь. Третье. Слезное моление в среду вечером. Любовь вынуждает меня вещать к Богу. А недостоинство мое убеждает меня молчать. Мучительные болезни вынуждают меня говорить, а грехи заставляют хранить молчание. Душа моя болезнует, глаза мои вожделевают слез. Согрешила ты душа, покайся, ибо вот дни наши проходят как тень. По страшным и ужасным пойдешь ты местам. Не откладывай надолго день за день обращения твоего ко Господу, душа моя. Приди в сокрушение, душа моя, приди в сокрушение при мысли о всех тех благах, которые получила ты от Господа и не сохранила их. Приди в сокрушение при мысли о всем, что сделала ты. И Бог был долго терпелив к тебе. Приди в сокрушение, чтобы на страшном суде Христовом не предали тебя кромешней тьме, горем негрешному. Потому что по слабости своей я сквернил и всегда скверню чистоту сердца своего. Нерадение и леность посрамили дерзновение сердца моего. Лукавое вожделение повелевает мною, как властелин рабом. Я как ребенок тотчас со страхом повинуюсь ему. Оно вводит меня в заблуждение, я услождаюсь тем. Увы мне, Господи! Благодать Твоя влечет меня к жизни, а я предпочитаю скорее смерть. Ты прилагаешь попеченье о том, чтоб стал я равночестным с ангелами, а я по испорченности своей уничижаю сам себя. Умножились грехи мои, Господи, и непрестанно умножаются, и нет предела их множеству. И кто оплачет меня или умолит за меня? Ты один Спаситель мой, преклоняемый на милость благости своей, милосердно возри на меня отчаянного. Как буду умолять Тебя, Владыка, потому что уста мои исполнены злословия? Или как буду песнословить Тебя, потому что совесть моя сквернена? Или как возлюблю Тебя, потому что полон я страстей? Или как будет обитать во мне истина, потому что поругал я себя ложью? Или как призову Тебя, потому что не сохранил я заповедей Твоих? После того, как приобрел я познание истины, стал я бийцею и обидчиком, ссорюсь за малости, завистлив и жесток к соседям, питая в себе злые мысли, немилостив к нищим, гневлив, спорлив, упорен, ленив, раздражителен, люблю нарядные одежды. И до ныне еще очень много у меня скверных помыслов, вспышек, самолюбия, чревоугодия, сластолюбия, тщеславия, гордыни, зложелательства, пересудов, тайноедения, уныния, соперничества, негодования. Не значит ничего, а думаю о себе много, непрестанно лгу и гневаюсь на лжецов, оскверняю храм Божий блудными помыслами и строго сужу блудников, осуждаю падающих и сам непрестанно падаю, осуждаю злоречивых и воров, а сам и вор и злоречив, хожу с светлым взором, хотя весь нечист, в церквах и за трапезами хочу быть на первом месте, вижу иноков и величаюсь, вижу монахов и кичусь, домогаюсь того, чтобы казаться приятным для женщин, величавым для чужих, смышленным и благоразумным для своих, совершеннейшим для благоразумных, с благочестивыми обхожусь как мудрейший, неразумных пренебрегаю как бессловесных, если оскорблен, мщу, если почтен, гнушаюсь почтившим, если требует чего у меня, по праву начинаю тяжбу, а кто говорит мне правду, тех почитаю врагами, обличаемый гневаюсь, если не льстят, мне недоволен, не хочу почтить достойного, а сам, будучи недостоин, требую почестей, не хочу утруждать себя, а если кто мне не услужит, гневаюсь на него, не хочу идти вместе с работающими, а если кто мне не поможет в деле, злословлю его, брата, когда он в нужде, не знаю, как горделивого, а если он здоров, обращаюсь к нему, ненавижу больного, а если сам болен, желаю, чтобы любили меня, высших пренебрегаю, низших презираю, если удержу себя от неразумного пожелания, тщеславлюсь, если преуспеваю в бдении, впадаю в сети непокорности и прикословия, если воздержусь от пищи, утопаю в кичливости и высокомерии, если не усыпен в молитве, препобеждаясь раздражительностью и гневом, если вижу в ком добродетель, не останавливаясь на нем вниманием, призрел я все мирские приятности и не отстаю от суетного пожелания тех, если вижу женщин, развеселяюсь, по наружности смиренно мудрствую, а в душе высокомудрствую, по-видимому, я не стяжателен, а мысленно стражду многостяжательностью, и к чему распространяться, по-видимости, отрекся я от мира, а на самом деле опять думаю о мирском, во время службы занимаюсь разговорами, отыскиванием помыслов, суетными припоминаниями, во время трапезы вдаюсь в пустословие, имею авшность к подаркам, принимаю участие в чужих падениях, вдаюсь в гибельное соперничество, «Такова моя жизнь, столько худого противополагаю своему спасению, и мое высокомерие, мое тщеславие не дозволяют мне подумать о своих язвах, чтобы уврачевать себя, вот мои доблестные подвиги, таким множеством грехов ополчается на меня брак, и при всем этом домогаюсь я окаянной прославиться святостью, живу во грехах, а желаю, чтобы почитали меня праведником. Одно у меня оправдание во всем этом, дьявол навел меня на это, но это не послужило в оправдании Адаму, уверенный в том, что дьявол научил Каина, но и он не избег осуждения. Что же буду делать, если посетит меня Господь? Никакого нет у меня оправдания в нерадении моем. Боюсь, чтобы и мне не быть в числе тех, которых Павел наименовал сосудами гнева, которые подвергнутся подобной с дьяволом участи, и которых Бог за пренебрежение их предал в страсти бесчестия. И так опасно, чтобы и на меня не было произнесено такое же определение. Если хочешь спасти меня недостойного, положи покаяние, Господи, мне грешному. Оживи жизни, податель, умерщвленную грехами душу мою. Смой каменное ожесточение с бедного сердца моего и источник сокрушения даруй мне, источивший нам жизнь из животочного ребра своего. Кто не воздохнет, кто не прольет слез о моем отречении от мира, еще не отрекся я вправду, а мною возобладала уже кичливость, еще не вкусил я подвижничество, а связан уже с тщеславием, не видел еще и предверия, а мечтаю уже о том, что внутри, не показал еще опыта в начатых добродетели и делаю уже выговоры брату, не пришел еще в познание истины и по гордости своей учу других. Все тебе душа дал все благи, Бог, ведение, смысл, рассудок, познавай полезное. Как думаешь сообщать свет ближнему, будучи сама потемненную? Будь душа врачом самой себя, по крайней мере, оплакивай свое ослепление. Никакого нет у тебя предлога к нерадению твоему. Трезвись, душа, бодрствуй, воздыхай, проливай слезы, постом смывай с себя тяжелое бремя грехов своих. Всевышний Божий, единый имеющий власть над жизнью и смертью, даруй мне грешному великие щедроты твои в тот час страшного твоего пришествия, чтобы там пред страшным престолом твоим не стать мне укоризною и великим стыдом для взирающих на меня ангелов, архангелов, пророков, апостолов, патриархов, мучеников, подвижников и всех праведных. Здесь, Спаситель мой, здесь, где насладился я прелестью греха, вразуми меня, как благосердый и чадолюбивый Отец, а там прости меня, как небесный Бог, единый безгрешный. Всякий грех сделан мною окаянным, всех превзошел я распутством. Заслужил я наказание, и если начну приносить покаяние, то нет у меня слез. Увы, какими очами я грешный и нерадивый буду взирать на тот страшный престол, на котором воссядешь ты, Господи, и будешь обличать содеянное мною. Знаешь, что ты, страшный судья, во славе Божества будешь обличать меня. Всю жизнь свою я, бедный, расточил блудно, непрестанно валяясь в тени сластолюбия. Все тайные мои падения и всю обширность грехов моих знаешь, ты один, Творец мой. Никто не был таким виталищем греха, как я. Никто не приогорчал столько благостов и владыка, как я, последовав стремлением порока. Но ты, как море благости, иссуши вредные моря грехов моих, и как бездна милосердия попали бездну грехов моих. Не воздай мне по достоинству содеянного мною, не осуди меня в гиенский пламень, потому что невыносим гнев твой, Господи. Кто, наконец, стерпит угрозы его? Ибо огонь не угаснет, и червь наш не умрет. Убойся, душа, угроз! Отгони тяжкий сон нерадения и дремоту страшной беспечности. Конец близок, суд при дверях. Что встретит нас по разлучению с жизнью? Придите ко мне, святые и праведные, подвязавшиеся добрым подвигом, и плачьте о мне, как о мертвеце, или пожалейте о мне, как о живом, но полумертвом, потому что полон я стыда и не имею дерзновения по причине грехов в ведении мною сделанных. Излейте на меня милосердие свое, как на пленника, как на покрытого загнившими язвами. Умилосердитесь ко мне, как таинники милостивого Бога, нашего Спасителя, и умолите Его, чтобы обратил меня даром, и чтобы в час пришествия Его не оказаться мне недостойным, и не услышать страшного того определения, «Иди от меня, делатель неправды, сказываю тебе, что не знаю тебя». Итак, умоляю тебя, свет истинный, рождение благословенного Отца Твоего, образ ипостаси Его.